Друзья, всем доброе утро! Мы сегодня проснулись вот таким вот видом из окна, а там еще монастырь средневековый. Мы сейчас чуть позже туда пойдем, вам все покажем. И мы приехали сегодня соседи ночью на таком джиме классном. Они путешествуют в четвером с двумя детьми, у них там сверху балак, размер примерно одинаковый, даже по высоте примерно одинаковый. Колеса, по-моему, даже у меня чуть-чуть побольше, чем у них. Ну и дорожный просвет, если вот так смотреть. То есть эта машина у них жесткая, без старушек подготовки. Они могут ездить на этой машине. У них в воде штуки есть, и солнечная батарея большая. Но у меня нет солнечной батареи, у меня есть большой батарея. Там видно поселение, ночью было тоже видно огоньки, видно ветреные генераторы. Все классно, только за исключением того, что был ветер. А вот это, по-моему, как раз растет Ада-Чай. Может быть, это не он. Но здесь есть, где он растет. У нас по плану сегодня очутиться где-то либо в Алании, либо он придется ехать либо через горы, либо через конью. Ну и вот, собственно, вот этот вот растет Ада-Чай, который я люблю. Если это он, он капец какой вкусный, его здесь очень много. Он прям на каждом шагу, всякие разные цветочки, маки еще. Ну, здесь в горах никто не останется ни голодным, ни холодным, потому что уже только выходит солнышко и сразу начинает прям греть капитально. Мы вчера приехали вечером и не стали уже изучать. В общем, это было давным-давно построено, полторы тысячи лет назад. Вот здесь вот пещеры в скалах. А потом, в средние века, это уже перестраивалось все. Судя по всему, римляне здесь уже это все перестраивали по подчерку строительному. Ну, место очень интересное на самом деле. Поэтому, если вы на чем-то своем путешествуете, можете приехать и, во-первых, получите вид прекрасный. Из окна своей машины, если будете здесь спать. Во-вторых, еще сможете культурные всякие вот такие разные здесь достопримечательности посетить. Здесь написано, что заходить нельзя, по всей видимости. Потому что может быть опасно. Да, круто, очень круто, конечно. И площади прям такие большие. Они сейчас здесь вот ведут только укрепления. Я думаю, они не до конца это закончили. Поэтому уходить нельзя. Ну, там потолок может обрушиться в любой момент. Да, и вот здесь тоже вот эти все перекрытия. Шаткие такие. Место, по всей видимости, не популярное среди туристов. Вот привезли местных, турецкую группу туристическую. Ну, зато посмотрите, какой вид. Это просто нечто. А с таким видом засыпать и просыпаться, это, конечно, многого стоит. Что-то есть в этом такое древнее, манящее, магическое. Все равно генетическая память есть. И наши предки, они вот так жили, на огне готовили. Палочки искали, где-то мяско там себе искали, жарили. И засыпали вот так и просыпались так. Здесь по горам есть дорога. Ну, показывает, что за час мы проедем 80 километров. Я думаю, там нормальная дорога будет. Если хотя бы будет двухполосная, хотя бы будет ровная, гладкая. Я сейчас посмотрю ее, я по ней поеду. Ее сразу будет видно через 2 километра. Если нет, то придется ехать в сторону Селевки и там объезжать. И там возле моря большой тоже круг надо будет делать. Короче говоря, так получается быстрее проехать в сторону Алани через горы. Там есть еще озеро. Ну и тоже туристические места. Вот так вот выглядит эта дорога. Она называется D340. Сразу набор высоты пошел. Это уже относительно новая дорога. То есть она вот так вот выглядит широко. Но D340 периодически тоже если... D400 периодически, если вы будете ехать, она тоже будет примерно такая же. Вверх-вниз, вверх-вниз. Я там уже ездил и здесь вроде как получается чуть покороче. И плюс еще новая дорога. Я здесь не ездил, в этом регионе не был. Возможно, может быть до Алани доедем по этой дороге. Здесь вот такие вот каньоны есть. Интересные. D400 тоже периодически становится двухполосная. И она тоже периодически идет вверх-вниз. Идет по серпантинам. Просто единственный там плюс. То, что там она красивая, очень красивая. И с левой стороны всегда море красивое. Вот Факирка. Проезжаем населенный пункт. Но там много машин. И там бывает такое, что вы едете. Перед вами фура. И ее никак вообще не обогнать. Ничего не сделать. Она просто едет 40 км в час. Вот такая узкая полоса. И за ней веренится такая машинка. Поэтому может быть даже неправильно, что мы здесь поехали. Тоже хоть какое-то разнообразие будет. Потому что я думаю, мы еще морем насытимся. Успеем насытиться. В общем, дорога, друзья, проходит на высоте около 1000 метров. Плюс-минус. Так же примерно, как мы и были там возле этого монастыря. Полторы тысячи метров мы были. Потом на 200 спустились к этому муту. И там уже совсем чуть-чуть оставалось до моря. И, в общем, я ушел направо. Вот она. За 400 это в уголочке. Я ее вижу. Зашу возле моря она проходит. По сути, это такая же точно трасса. Тоже такие же. Будут наборы высоты, спуски. Единственный плюс очень большой этой дороги, что здесь нет машин. Это просто гигантский плюс. Дорога ровная. Дорога, в принципе, широкая. Ну, как и все бесплатные дороги между городами в Турции. Вот эти защиты здесь от камнепадов. И вот машины очень редко вообще встречаются. Такие здесь красоты. Вот эти вот скалы. Наверное, как раз-таки где-то полторы тысячи тоже так же, как мы жили. Прям такие скалы-прискалы. И сейчас мы приедем здесь, где-то есть горное озеро. Да, мы их объедем с южной стороны. Они вот так хребет туда направо уходит. И мы их объедем сейчас с торца. И там с правой стороны, по той стороне поедем. По западной. Дорога очень хорошая. И если вы будете ехать по D400, вы там тоже будете набирать высоту, скидывать высоту. Но только там будет больше машин, прям гораздо больше. И много будет всяких разных населенных пунктов. И там вроде как помедленнее идет движение. Они там вроде как даже что-то выращивают на ней. Или там какие-то фермы. И мы сейчас как раз едем туда. Там дальше будет еще озеро. Ну да, здесь типа нет моря, короче. Но есть речка очень красивая. И я надеюсь будет озеро. Нужно чередовать. Потому что морем, я думаю, мы еще прям насытимся, насытимся сильно. И нужно чередовать тоже и горный воздух вот этот чистейший. И морской воздух. И перепады высоты. И все такое. Ну, горный серпантин. Дорога вверх-вниз. И вот здесь вот чуть-чуть похуже. Она через 50 км от Мута. Но все равно ехать можно. И я думаю, она там нормализуется. Причем дорога здесь практически везде новая. Вот это вы сейчас, мы сейчас едем по новой дороге. А вот старая была, вот там небольшой участок, нескольких километров. Они не стали делать, по всей видимости. Потому что там туннель будет. И, в принципе, по этой дороге вообще можно спокойно ехать. Попытаются периодически достопримечательности. Там в самом начале были достопримечательности. Наверное, через каждые 10-20 км. Коричневые вывески. А здесь мы уже сейчас почти подъедем к этому озеру. Через 30 км будет озеро водохранилище. Ну, она примерно так же идет. То есть 30 минут 30 км. Трасса примерно так же идет, как там через 400. Но здесь нет придорожного сервиса. Очень редко вот такие вот попадаются в туалеты. Может быть, там магазины какие-то, кафе небольшие. Сегодня устроили совместный завтрак вот с этими ребятами, которые приехали на рейндж-ровере с Бельгии. Поставили вместе столы, кофе там, яичницу пожарили. Так душевненько пообщались, кто где был, кто куда едет. Ну и, в общем, дальше поехали. Каждый сам по своим делам в свою сторону. Знакомство такое одного дня очень интересно. Они путешествуют с двумя девочками. Одна, наверное, где-то лет, наверное, 7-8. И вторая старше 10, где-то 11-12 лет. Две девочки. И вот они вчетвером путешествуют на этой машине. Они ее тоже сами сделали, эту машину. И, в принципе, у них там тоже все есть. Но они редко останавливаются в отелях. Они практически либо в кемпингах ночуют, моются, душ принимают. Либо где-то вот так просто на природе остановились, поспали и дальше поехали. Но я считаю, что это больше уже, наверное, какая-то экспедиция. Это не путешествие. Это такая изнурительная проверка себя на прочность. И я, наверное, к этому не готов. Мне надо хотя бы через день, чтобы у меня был отель и я спал на белой кровати. И без каких-либо раздражителей. Потому что, с одной стороны, классно вот так вот жить где-то, ночевать на горе. А с другой стороны, когда ты ночью просыпаешься, идешь куда-то в туалет, ты понимаешь, что ночь вокруг и какие-то могут быть дикие животные, дикие жители. И вообще здесь все кто угодно. Там всякая куча еще насекомых. Мы не стали вчера снимать. Там и пауки такие большие. Есть и всякие разные сороконожки. Там, я не знаю, сто сороконожки. И медведы такие были в Каппадокии. Не знаю, змей здесь, по-моему, нет. Ну, может, они есть. Но турки говорят, что, типа, они не безвредные. Ну и вообще, на самом деле, после России здесь нет всяких разных клещей, комаров. В этом плане здесь более такой... Такая природа щадящая по сравнению даже с Казахстаном, с Россией. Я уже даже, по-моему, вижу отель, куда мы сейчас приедем отсюда. Он прямо на берегу этого озера находится. Я не знаю, это либо озеро, либо водохранилище. Что-то такое здесь высоко в горах. Ну, не супер-мега туристическое место, но все равно интересно нам по пути. И, я думаю, посетить можно. 10 километров осталось ехать. Почти полторы тысячи опять набрали, как и возле монастыря. И опять вниз. Наверное, сейчас на 200. Американские горки здесь такие вверх, полторы тысячи вниз, полторы тысячи. Меня радует единственное, что я эту энергию всю собираю себе. Энергию спуска. Я прям кайфую, когда еду вниз. Езжаем в этот город. Здесь есть заправка. Be bad. Цена, в принципе, такая же на топливо. Ярминек. Хошкельденис. Добро пожаловать в город Эрминек. Не могу сказать, что это прям супер-мега большой город, но имеет место быть. Как транзитный, если вы едете откуда-то с Кони, с Каппадокии, как транзитный город вообще идеальный вариант. Потому что цены бюджетные, дороги пустые, туристов нет. Вот так вот ехать, отдохнуть, остановиться. Транзитный вариант. Ну, мы, конечно, сейчас посмотрим, что там за отель. Ну, в Турции, честно говоря, тяжело найти плохой отель. Здесь даже за 500, за 600 лир отель будет более-менее чистый, нормальный, ну и так далее. Поэтому здесь в плане туризма это, конечно, наверное, создана страна для отдыха, для туризма, для вот такого вот, для отдыха. Здесь и экология хорошая, и пища вкусная, по стоимости доступная. А, нет, он там большой, этот город. Он вот так вот находится на скале. Да, достаточно большой, это просто к нему подъезд. Не, нормальный большой город, много многоэтажек. И вот он прям находится вот так вот с видом на... Да, там вообще есть большие дома. Обычный такой вот бюджетненький отель. Ну, он как бы вроде как не бюджетный. Он вроде как бы 4 звезды, просто старый. Просто старый. И бюджетные комнаты, они с видом на сад. С видом на сад, там на машину мою. Ну, в принципе, 1000 лир. 1000 лир, конечно, чуть-чуть дороговато для такого места. Ну, я сейчас пойду, посмотрю еще, что там есть. Есть еще номера, вот эти с этой стороны. Так, у нас 11, 23, да. Это вот туда с видом на сад, на парковку. А вот эти все номера, они с видом на... Туда, на озеро. Ну, мне без разницы, какой у меня вид. Потому что я просто хочу работать, спать. И, в принципе, меня и так все устраивает. Так вот, собственно, друзья, примерно выглядел бы номер, наверное, из той комнаты, в которой выход идет на озеро. Ну, по сути, я думаю, большой какой-то разницы нет. Тем более, это солнечная страна, она более жаркая. И мы будем проводить большую часть времени там, возле бассейна. Поэтому, по сути, никакой разницы нет. Не знаю, какой это уже по счету отель. Он 4 звезды. В принципе, здесь все чисто, классно, как-то все ухожено. Но он пустой. Это вот я еду по Турции. Здесь вроде бы и цена хорошая. Ну, такая нормальная по сравнению с Акра. Акра сейчас Акра Ви стоит 10 тысяч. Это 400 долларов. Я там за 80, за 100 долларов останавливался максимум. На Новый год, в сезон, в праздники. И вот здесь вот отель. В принципе, он стоит 1000 лир на двоих. Ни одного человека нет. Почему так? Что происходит? Либо я еду по каким-то дорогам, что здесь какие-то не туристические места. Либо еще что-то. Вот здесь вот море. Озеро, вернее, сад. Там за садом. Озеро горное. Чистый воздух. Птички поют. Ну, для отдыха то, что нужно. Вообще идеальный вариант. С завтраком еще. В принципе, все есть то, что нужно. Почему нет туристов? Вот для меня загадка. Сейчас может, кстати, погода испортится. Надо быстрее загорать. Здесь, конечно, прям так атмосферненько. Как будто бы куда-то приехал на дачу. Потому что у них там орюк растет. Вот здесь вот вишня уже спеет. Прям можно вот так вот сорвать. Вишенку скушать. Вот это абрикос тоже или орюк. Вот здесь виноград спеет. Место, конечно, уникальное по-своему. Очень удивительное. Ну, а там вот, собственно, и как раз таки море. Вернее, озеро это горное. Вишня вкусная оказалась. Я уже в Каппадокии пробовал вишню. Здесь еще не пробовал. Экологически чисто. Мы сейчас находимся на высоте 1230 метров. Вот такой вот у нас сегодня доброе утро. С видом на озеро. Вернее, это водохранилище, я выяснил. Они собирают воду, потом через турбины это все и ток делают. Бассейн. Ну, это один из самых лучших отелей в этом регионе. Вот так он называется. Такие у них, значит, здесь ландшафты. Периодически попадаются всякие разные тут сады, огороды. Очень много они занимаются здесь сельским хозяйством. Но дорога после вот этого вот отеля, где мы останавливались. Как город? Ермик? Ерменик. Ерменик. Город называется. Вот после него мы едем на запад, в сторону Алании. И вот такая вот дорога старая. Две полосы только. И периодически бывают ямки всякие разные там, залатанные кусочки попадаются. И серпантин постоянно. Постоянно набор высоты вверх 500 метров, вниз 500 метров. И, конечно же, это будет на расход топлива влиять. И машине тоже тяжело вот эти все дороги. Поэтому здесь никто не ездит. Машин очень мало. Это плюс. И нет светофоров, нет населенных пунктов. Это тоже плюс. Потому что, когда мы поедем по побережью, там будут светофоры, будут населенные пункты. Но там, конечно, пошире будет дорога. И более-менее такая ровная. Серпантин такой по побережью постоянно будет идти. В общем, я бы, наверное, по этой дороге второй раз бы не поехал. Эта дорога, она находится вот от южного побережья, где-то, наверное, в горы. Ну, километров 50-60, может быть, 100 максимум. И вот здесь кардинально вообще все меняется. Совсем по-другому люди живут. Если сейчас туда на юг поехать, то там и отели будут, и вообще и рестораны будут, вся любая инфраструктура. А здесь просто только сельское хозяйство и вообще никого нет. Черепахи только переходят периодически дорогу. И все. Даже собак бродячих нет. Ну, зато, если вы любите уединение, вы можете где-то, а может быть, даже здесь вот в таких городах, либо снять квартиру, либо даже где-то в отеле, очень бюджетно остановиться. И, в принципе, здесь интернет хороший. Можно работать в тишине, в спокойствии, никто вообще у вас не будет никаких раздражителей. Две новости. Одна хорошая, это мы едем наконец-таки на юг, и нам там осталось всего лишь, если по прямой, километров 50, если по дороге около 80 километров. И вторая новость, эта дорога вот так вот проходит, проселочная, через прям такие вот дремучие деревни турецкие. Ну, с одной стороны, интересно, конечно, посмотреть, как здесь люди живут. Здесь у них нет газа, ничего такого нет, они печки травами топят зимой. Ну, и сейчас тоже, сегодня тоже бывает прохладно летом. Зато есть электричество, и все такое, но дорога очень узкая, и покрытие тоже так себе. Ни одной машины нет, ни одного человека нет на улице, никого нет. Не знаю, где все находятся. Вот Алане, только вывеску увидел. А, вот и люди как раз. Вот они здесь сушат для скота сено. Туристов, конечно же, здесь вообще нет, ни одного. И ни один, естественно, человек здесь не будет разговаривать ни на русском, ни на английском языке. Ну, вот так это все, собственно, выглядит. Мы на них смотрим с любопытством, они на нас смотрят с любопытством. У них здесь все от электричества идет. Либо от электричества, либо от деревяшек, от палок. То есть они еду готовят либо на дровах, либо на электричестве. И очень много заготавливают дров. И вот есть печки, видимо, от которых они отапливаются. И некоторые печки есть на улице для готовки. А есть еще такие машинки, на которых они мелкие ветки режут для розжига. Типа как топор. Почти в каждом доме. Вот, вот такая труба. И там секира справа. Я так понимаю, они туда хапку ложат, веток. Кладут, ложат. Кладут. И сразу режут, и получается много веточек. Высота здесь 1400 метров. Решил помыть автобус человека. Мужчины обычно в городах собираются вот так вот. Где-то пьют чай. Возле мечети в центральном месте. Ну да, это прям такая экзотика. Вот здесь можно подстричься. Вот так вот выглядят наряды у женщин, ну и у мужчин в городах. В горах, вернее. В провинциальных. Возле пляжа они чуть по-другому одеваются. То есть одежда будет меняться. И еда тоже будет меняться. И менталитет все будет меняться. Большая такая деревня. Прям большая. Ну да, здесь в основном взрослые люди. Молодежь видимо уезжает отсюда, конечно же. Ну здесь 50-60 километров уже будет побережье. Иногда любопытно конечно проехать. Если бы мы ехали где-то по России или по Казахстану, вот по такой деревне. То там скорее всего, наверное, не было бы ни асфальта вообще. Ничего, никакой инфраструктуры. Ну хотя здесь у них тоже особо дорог нету. Все дома вокруг одной дороги только. И какие-то ремонтные работы ведутся. Вот укрепляют. Возможно из-за дождей вот это все размыло и они сейчас ремонтируют. Потому что очень сильные дожди были. И вот когда вы в таких местах оказываетесь, на дороге острые камни могут оказаться. И вообще все такое. И поэтому резина у вас должна соответствующая быть. Даже в самом-самом каком-то мелком маленьком городе обязательно будет магазин. Обязательно можно вот такой хлеб купить. Икмек. По-турецки хлеб называется икмек. 5 лир всего лишь стоит. Это 5 лир это сколько это? 20 центов, 25 центов. Ну примерно 100 тенге. Но он очень вкусный этот хлеб, между прочим. Вот такая дорога. Даже мы проехали сейчас этот населенный пункт, эту деревушку. Кстати она была такая достаточно длинная, километров 10 наверное протяженностью. Ну дома в основном вот вокруг дороги, возле дороги. В глубине нет домов. И там у них даже заправка была такая, сельский такой магазин. Температура опустилась где-то до 16-18 градусов здесь. Даже несмотря на то, что уже 12 часов обед, все равно очень прохладно. Ну и вот постоянно вот эти вот спуски, подъемы. Сейчас мы уже подъезжаем к границе провинция Кахраман и какая там Алания или Анталия? Анталия. Да, Анталия. Алания нет провинции, потому что город Алания, она находится, короче, провинция Анталия. Ну, если вы хотите что-то вот прям такой, какой-то дикий туризм, и то я даже не знаю. Ну, единственный плюс, что здесь просто никого нет. Видимо, нет никаких достопримечательностей, никаких нет. И вообще ничего нет. Просто вы здесь едете, и здесь такой дебресняк, такая пустошь. Вообще, в горах, где-то высоко в горах. Да, 1600 метров. И продолжается набор высоко. Ну, у них здесь самая высокая, где-то 1600-1500. И потом спуск. Потом опять дебреский подъем, спуск. И вот так вот. Ну, никто здесь не ездит, поэтому они как бы дороги не делают. Вот коровы ходят просто по дорогам. Сами по себе пасутся без пастуха, без никого. Там до этого, до этой деревни, километров 10, наверное, они сюда ушли и сами пасутся. Сами, наверное, потом придут домой, спать, лягут. Хотел я еще в том году поездить вот по центральной части, посмотреть, как они здесь живут. В общем, мне было интересно, и я, короче, свой интерес удовлетворил. Больше не хочу. По сути, ничего здесь интересного нет. Температура 64 градуса по Фаренгейту. Это в районе 18, может быть, даже меньше по Цельсию. И сейчас приедем в Аланию. Посмотрим, какая там температура будет. Но если ехать вот в какой-то Тазы-Каньон или еще куда-то, ну, неважно куда, от побережья вот где-то примерно 50-60 километров, здесь у них в Турции по сути везде одинаково. Ну, если, конечно, пожаром все не сожгло. В некоторых местах просто больше зелени, в некоторых меньше, в некоторых более красиво, в некоторых менее красиво. Ну, в целом, в основном, дорога примерно такая. Иногда бывает пошире, получше дорога. Но здесь там, конечно же, прям совсем с дорогой что-то как-то не очень. Потому что и в ямках, и старая. Но я думаю, это связано с тем, что никто вообще абсолютно не ездит. Мы сейчас только одних единственных туристов увидели на мотоцикле с турецкими номерами. Видимо, они заблудились или еще что-то типа этого. Примерно 60 километров остается до Алании. Здесь, во-первых, вот места отдыха вот такие классные, с мангалами. Прям мангалы такие красивые, бесплатные. Просто возле речки места отдыха можно остановиться. И даже заночевать можно. И вот они пошли, туннели. Бесплатные туннели. Вот старая дорога вот так туда уходит, налево. В они, кстати, тоже можно проехать при желании. И вот туннели, этот туннель, 1600 метров. Они ее не успели до конца еще полностью сделать. Сделать все туннели. Поэтому периодически мы едем по старой дороге. Вот строят туннель. И старая дорога вот так вот выглядит. 40 лир стоит пиде. Это пиде, это лепешечка такая с мясом вкусная. Вот. И новая дорога, она выглядит, ну, сами видели как. И эта дорога будет бесплатная, когда они ее закончат, конечно же. Вот так вот здесь проходит старая дорога. Прям по краю скалы. Вот скала. И вот дорога здесь просто проходит по краюшку. Вот. Мы сейчас ехали по туннелям. Там в некоторых местах есть туннели уже готовые. А те еще не готовы. Вот так вот раньше. Вот здесь деревья растут. Соответственно, камни падают и так далее. А здесь туда просто обрыв 1200 метров. Или сколько там метров, я даже не знаю. Очень много. Просто рядом с дорогой. Ну, вот так, как все любят в Турции. Невероятное зрелище. Всегда проезжаю вот по таким дорогам в Турции. И для меня вот на самом деле загадка, как они вообще ее строили здесь. Да, это не новая дорога, это старая. Новые дороги так не строят уже сейчас. Их сейчас строят туннели и строят намного шире. Их строят внутри. Вот так вот над обрывами сейчас они уже стараются не делать дороги новые. А раньше вот, получается, как-то ехал экскаватор с края. Крошил этот камень. И кусочками вот так вот делал как-то дорогу. Сейчас мы еще пойдем опять вверх здесь. И, наверное, только в том будем спускаться. Отсюда уже видно вот там вот водохранилище. По всей видимости будет плотина. И чуть дальше туда там уже все. Алания, газипажа и море, собственно. Если приедете, захотите в горы с Алани, то вот такой вот вид примерно вы увидите. Здесь в горах. Ну, очень красиво, конечно. Если далеко в горы не ехать туда, в центр. Дорога пошла вниз на спуск. И, наконец-то, мы увидели море. Ящерицы здесь уже побольше. Обрывы, как всегда. И море прямо по курсу. 7700 километров понадобилось проехать, чтобы увидеть Средиземное море. Красота. Правда, там такая дымка. Но все равно уже очень много зелени и ландшафты поменялись. И воздух уже такой морской. Отсюда уже видно отели. Кстати, мы в прошлом году были вот там, где этот древний город античный был. Как он назывался? Сиетра. Сиетра, по-моему. Я оттуда видел вот это вот здание большое. Сейчас я вам покажу. Я думаю, это то ли отель строится, то ли отель уже построили или еще что-то. Но его было видно вот оттуда, с той горы. Там есть древний город Сиетра. И мы в прошлом году его видели вечером. Я думал, что это такое интересно мне знать. И вот мы сейчас здесь оказались с вами. С другой стороны заехали. Кто бы мог вообще подумать, что я здесь окажусь. Там 15 километров остается. Но это уже не такие деревеньки. Здесь уже такие прям нормальные дома уже. Жители уже здесь более такие состоятельные живут. Потому что море совсем рядом и все здесь уже близко. Туристическое побережье Алании. Это Мурат Паша. А вот там крепость уже видно отсюда. Мы, кстати, жили когда в селении. Видели с той стороны эту крепость. Теперь мы едем с севера. Ее тоже видно отсюда. И застроили все домами. Потому что люди покупают активно. Вкладывают много денег здесь. Недвижимость. Для меня это загадка. Зачем они это вообще делают. И вон она крепость. Мурат Паша это вот здесь вот район где... Мурат Паша это в Анталии. Я перепутал. Здесь Мутлар оказывается точно. Мурат Паша это район в этом. В Анталии. Просто похоже звучит. Поэтому... Поэтому похоже. Здесь такие резкие спуски, конечно. Но мы хотя бы машину охладим. Хотя бы не можем забрать эту энергию. Хотя бы в холод ее превратим сейчас. Только что мы заехали в Махмутлар. И вот начинаются вот такие красивые здесь растения. Бананы вот уже растут. Банановые кусты. И вообще кто бы мог подумать, что я здесь именно приеду. Маланию именно отсюда. Они уже здесь горы начали застраивать. Ну все там уже совсем чуть-чуть уже море. Через 5 километров максимум. Очень хорошо можно уже раскрыть крепость. Видно классно. Ну и собственно весь Махмутлар он застроен вот такими вот многоэтажками. Здесь и отели есть. Квартир очень много. Банановые плантации. Здесь уже все так знакомо. Все понятно. Здесь я уже даже без навигации могу ездить. Нужно отметить, что температура здесь уже 30 градусов. Абсолютная ни грамма нет. Ни облачка. Ничего. Стопроцентная видимость. И все. Начинается жара. Пора готовиться к жаре. Думать как охлаждать машину. Как охлаждать напитки. Как охлаждать себя. Чтобы не получить удар солнечный по голове. Чтобы не сжечь кожу здесь. Ну да. Здесь у них как всегда активная стройка. Все они строят, строят, строят. Очень активно. Сейчас будут здесь туристы. Русскоговорящие. Вообще вот этот Махмудлар считается такой район, где очень много людей живет с СНГ. С бывшего. Русскоговорящие. Ну и вообще в Анталии тоже. В Алании. Алания это считается такая деревня русскоговорящая. Не останавливается стройка. Просто строят, и строят, и строят, и строят. Мы выехали на трассу D400. На мою. Она уже мне такая родная стала. Я не знаю, сколько я по ней тысяч километров проехал. Наверное тоже не меньше. Где-то трех, четырех или пяти даже тысяч. Вот эта вот трасса D400. Слева море. Если вы едете на запад. Пальмы здесь. Ну уже очень много туристов. И причем всяких разных. С разных, со всяких стран. Здесь уже начинаются вот отели. И туристическое, туристическое все. С украинскими номерами много машин. Очень активное солнце. 30 градусов всего лишь. Но чувствуется прям как жарит солнце активно. А еще что нужно отметить. Что если бы мы ехали в Селевке. То вот так вот постоянно были бы светофоры. Целая куча машин. Дорога конечно очень красивая. Ровная, гладкая. Все. Классно. Широкое. Море слева. Можно в любой момент остановиться, выйти, пойти покупаться. Но много светофоров и очень много машин. Трафика много. И вообще людей много. И бесконечная стройка. Ну вот друзья собственно через 4 километра будет 777 километров. От Алматы. Если вы поедете по тому маршруту по которому я поехал. То у вас будет примерно такой же пробег. Ну и наверное сколько около 7 или 8 баков топлива. Каждый бак топлива стоит сколько я даже не знаю. Короче говоря 60 литров. Примерно на 8 нужно умножить. Примерно полтонны топлива я потратил. 500 литров. Цены. Ну везде цены разные. В зависимости от того где заправляете. Но я это не считаю. Потому что это считать то же самое что как салфетки считать. Которые вы там покушали и вытерлись салфетками. Или там сколько вы литров там воды потратили когда руки мыли. Это эмоции. Это воспоминания. Это расходный просто материал топлива. Если топливо не зальете пенсия не поедет. Если топливо не зальете придется на велосипеде ехать или пешком идти. Поэтому это не учитывается статья расходов. Я думаю если бы я купил бы билет на самолет. Там за 200 долларов. За 300 долларов наверное так и вышло бы. Поэтому. В принципе примерно. Одинаково как на самолете прилететь. Вон там уже девушки в очках. На остановке. В общем друзья мы решили проехать Аланию насквозь. Потому что мы заехали там в один отель. Бора Бора один отель. Второй отель. Тоже короче напротив там они рядом вместе находятся. И ну они какие то да там все включено. Они стоят немного. Но они какие то такие сжатые. Там пляж через дорогу. Не знаю вообще вся Алания тоже какая то такая сжатая. Как то здесь все все как то рядом. Алания, Анталия вот они чем то похожи. Ну мне не нравится вот отдыхать вот в таких местах. Видите здесь пробки. Машин много. И мне нравится вот где то вот типа как Сите. Или даже еще и даже не Сите. А типа вот Турклер. Где вот Селена находится. Это Селена. Это вот я не буду вставать вам говорить. Это мой вообще любимый отель. Любимое мое место. Но платить сейчас там 4 или сколько там 5000 лир за ночь. Ну я честно говоря не вижу никакого смысла. Тем более с учетом того что я не пью алкоголь. Если бы я там пил бы алкоголь. Ладно я бы может там игристая вина бы выпил бы на 150 долларов у них. Но летом приезжать и вот такие деньги платить. Я могу за эти деньги 3-4 ночи жить тоже в отеле. Но чуть-чуть попроще. Ну может быть не таком крутом как Селена. Вот. И все в нем круто. Только цена сейчас выросла. И расположение там круто. Все там классно. Из практики чем больше отель. Ну не всегда конечно. Но в основном чем больше отель тем там больше всяких разных сервисов. И намного интереснее. Бывает такое конечно когда маленькие отели и там все круто. Но как правило в больших отелях там и сервис получше. И комнаты получше. И питание получше. Выбор получше. И парковка. А мы еще здесь не стали останавливаться. Потому что в одном отеле не было парковки. Он говорит ну вот на дороге вот так можете припарковать. Типа наша парковка полная. А второй отель ну мы как-то зашли. То он какой-то весь такой затасканный. Не знаю какой смысл спать в таком отеле. Если можно спать так же и в машине так же можно спать. Здесь уже конечно классно. Такой воздух влажный. Так морем пахнет. И вообще все круто. Но рыба ищет где глубже. Человек где лучше. Мы сейчас там заедем. У нас там тоже есть два варианта. Один на берегу моря прям. Один чуть в глубине. 60 километров ехать до Сите. Но это всего лишь один час. Вот здесь вот заканчивается уже Алания. Здесь я уже вижу вот этих людей. Которые летают на парашютах. Пара планилиристов. И сейчас здесь начнутся туннели. Ну в принципе мы очень быстро проехали. Алания не такой большой город как Анталия. Его можно очень быстро проехать. Наверное за пол часа. По D400 если ехать. Да. Вот все. Алания закончилась. И вот как только вы видите этот знак. Как она только закончилась. Как вы можете прям сразу открывать букинг. Ставить свои параметры. Ставить свои фильтры. И вот здесь вот все будет намного интересней. Прелесть путешествия в машине заключается в том. Что вы можете ехать подальше от туристов. Подальше от туристических мест. И от вот этого всего. И останавливаться там где вам нравится. А не там где. Куда вас привозят автобусы. И вот прям вот отсюда уже можно начинать искать отели. Вот прям отсюда. Сейчас туда чуть дальше. Примерно километров 20 отсюда будет Селена. 15 наверное. И вот в этом промежутке. Могут попадаться очень хорошие варианты. Я вообще вот как Селена нашел. Я вот так вот ехал тоже. Откуда-то. А оттуда я ехал со стороны. Шанрил Фыск. И со стороны Газанте. Потому что мне нужно было машину срочно отдать. Ну поменять вернее. Потому что у меня срок заканчивался. У меня арендная машина была. И я тоже вот так вот ехал. Ехал, 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 ехал. Заехал в Аланью. А там ливень был. Я думаю. Ну здесь ливень. Я наверное дальше поеду. Может там получше будет дорога. На этих велосипедах нельзя в тоннеле кстати заезжать. Пешеходам по-моему тоже нельзя. Не знаю точно. Какие ограничения есть в тоннеле. И я вот так вот ехал, ехал, ехал. Потом в какой-то момент думаю. Что-то я устал. Наверное я буду здесь искать. Дождь закончился. И я вот тоже здесь вот так же проехал. Километров 20. А у меня был такой фильтр. Я ставил 5 звезд. И все включено по-моему я ставил. Я бы сейчас бы туда заехал. Но я не хочу 5000 лир платить. 200 долларов почти что. Даже 250. Или сколько? 150 долларов по-моему там выходит цена. Всего лишь за одну ночь. Я лучше зимой туда приеду. Заплачу 50 долларов. И буду кайфовать там с удовольствием. Вот так вот проходит 400 по побережью. В принципе она нормально идет. Дорога хорошо идет. Быстро едет. И возможно мы даже по ней продолжим. Доедем до дачи. Там где-то остановимся. Переночуем. Я так хотел там остановиться в машине. И потом уже дальше туда в сторону из мира. В принципе у нас есть еще неделя. Где-то 10 дней мы можем быть в Турции. А через 10 дней у нас начнет действовать европейская страховка. И ну как бы нам надо там быть уже. Мы можем туда конечно приехать позже. Но раз мы уже за страховку заплатили. Какая разница где проводить лето. Мы заехали в Турклер. Это вот это место. В котором я здесь больше всего времени провел. Здесь находится отель. И я наверное в этом отеле прожил около месяца в общей сложности. Если не больше. Так он мне полюбился зимой. И я вот здесь ездил зимой. Вот эти все отели. Так интересно смотреть. Они все были закрыты. А сейчас здесь вот люди на горках катаются, купаются. Но сюда в основном привозят пакетные туры. Вот здесь тоже. Айланд Луна Парк. Тоже очередь стоит на горке покататься. И вот Д-400 что я вам говорил. Что вот видите. Светофоры. Постоянно светофоры. Светофоры. Трафик. То есть вот когда вы едете по Д-400 по побережью. Вот так вот придется стоять. Иногда быстро светофоры проходят. Иногда нужно долго стоять. И вот сейчас вот там буквально за поворотом уже будет. Зелена. Зелена Beach and Spa. Я уже даже его без навигации могу найти. У меня здесь. Я уже здесь как дома ориентируюсь. Вот эти тоже все отели. Они все стояли были закрыты зимой. Вот. Слева вот эти все-все-все отели все были на паузе. А сейчас работают горки. Катаются люди. Загорают. Интересно так наблюдать. Потому что когда мы здесь были зимой. Как будто бы все такое было вымершее что ли. А сейчас вот эти вот отели. Вот там вот полотенца люди сушат. Это все стояло на морозе. Зимой на паузе. Вот она эта заправка. Аутлет. Мы вот этот аутлет не ходили. Это аутлет. Они его типа так просто аутлет называют. На самом деле там ничего интересного нет. Мы ходили в магазин чуть-чуть назад туда на восток. В тот магазин ходили. Туристические автобусы. Вот на заправке вот этого кипиша вообще не было. Вот здесь тоже туристические автобусы. Мы когда зимой здесь ехали здесь просто пустота была. Вот этого вот этой суеты здесь вообще никакой не было. Пустота. Сейчас я посмотрел 5500 стоит селен на сегодня. Вот этот отель тоже стоял. Никто здесь не жил. А сейчас здесь вот на балконах стоят стульчики. Люди там вот на балконах. Вот здесь переходят. Здесь вообще никто не ходил тоже по этому мосту. Я здесь много раз ездил просто туда-сюда. Ну вот я его уже могу видеть. Силуэт. Вот здесь я гулял тоже почти все отели были закрыты. Здесь какой-то парк есть. Кстати я не разу туда в этот парк не ходил. А вот здесь водопад. Этого водопада не было. Вода не текла здесь зимой. Сделали водопад. Водопадик. Ну и все в принципе вот на этом повороте можно туда уйти. И там через базарчики. Вот этот Мигрос в который мы ходили. Магазин Мигрос. Покупать что-то там. Тоже туристические всякие магазинчики открыли. Зимой они никто не работал. Ну и все на вот этом светофоре туда. И там много еще отелей тоже. Вот этот Викинг мы приезжали. Он четыре скидок. Да они сейчас все здесь четыре пять тысяч. Ну я думаю через пакетный тур когда вы покупаете. Возможно там будет какая-то скидка. И вы сможете сюда прилететь меньше. Но сейчас вот через рецепшен. Просто нереально пойти и поселиться. Ну реально конечно. Но оно того не стоит. Возможно там у них. Короче так я скажу. Если бы я пил алкоголь. Конечно можно было бы прийти заплатить сто долларов. Я бы выпил бы. Но сто долларов бы спокойно алкоголя. Вот LC Викики кстати. Он зимой по-моему тоже не работал. И все. Дальше проезжаем. Туда в сторону Сиде. Но сейчас мы быстро доедем. Потом мы вон там с правой стороны Афсалар жили. Квартиру снимали. В этот Афсалар мы в аптеку ездили. Здесь уже все знакомое. Ну не было такого количества людей. Вот так вот по улицам. Никто вот так зимой конечно же не ходил. А сейчас здесь такая жизнь кипит. На остановке люди стоят. Ждут вот так вот просто гуляют. Вот здесь в основном квартиры. Вот в этом Афсаларе. В основном квартиры приезжают. Снимают квартиры надолго там. На несколько недель. Помесячно кто-то снимает. Интересно. Интересно наблюдать за этим за всем. Вот зимой и летом. Вот видите светофор он как бы вроде бы быстро. Но все равно. То есть он имеет место быть. Но для гибрида это в принципе ерунда. Когда я еду на гибриде. Он на светофоре не работает. Тут двигатель заглушен. И каждое торможение. То есть оно идет на рекуперацию. Сколько раз я туда ездил. В сторону этого. Туда сюда. Все достопримечательности мы здесь объездили. Зимой тогда вообще. Каждый день туда сюда. Туда в 100 км. Сюда в 100 км. С котиком там. Да. Котик не захотел с нами в Алма-Ату. Котик решил здесь остаться. Мы потихонечку подъезжаем к Сиде. И я вот смотрю на разделительной полосе очень много последствий аварий. И здесь они как-то агрессивно перестраиваются. Агрессивно ездят как-то. И намного машин больше стало. Вот много поваленных вот таких вот столбов. Потом вот эти вот ограничители, которые разметку указывают. Тут тоже много мест, где, ну, были следы. Я думаю, это туристы приезжают. Либо туристы пьяные здесь как попало ездят. Либо, может быть, из-за того, что здесь сейчас жара, у людей нервы не выдерживают. И они начинают сейчас здесь опасно водить летом. Зимой, вот по сравнению с сейчас, зимой здесь намного меньше машин и намного меньше людей, наверное, в несколько раз. Здесь вот есть вот мол. Вот такой вот на окраине Сиде. Вот Кайрон с российскими номерами приехали. Я почему-то раньше думал, что это один из самых лучших моллов. Но говорят, что, типа, ничего особенного. Ну, наверное, если вы живете в Сиде, вам лучше приехать за какими-то вещами или еще за чем-то вот именно вот сюда. Вот в этот молл. Потому что, ну, он и по размерам большой. И, я думаю, там выбор большой. И покушать здесь можно. И вот Hyundai Center здесь. И электрическую технику продают. H&M, Flow, DeFacto. Все там. Потом Nike есть, Puma. Вот. Через 900 метров все мы сворачиваем в Сиде. В принципе, сюда даже пешком можно прийти. Тиде, как вы уже знаете, очень богат на всякие разные культурные, античные достопримечательности. И там много чего интересного можно найти. Температура поднялась почти до 100 градусов по Фаренгейту. Это, наверное, где-то 33-35 примерно по Цельсию. Нормально так. Жарит, короче говоря. Да, три часа дня. Если прямо туда ехать, там будет Анталия. И сзади у нас осталась Алания. Да, в Алании было прохладней. Здесь температура повыше. Собственно, что мы нашли. Не могу сказать, что прям вау, супер, но пойдет. Второй сорт не брак. Ванная есть, можно ванну набрать. И я уже не стал здесь заморачиваться. Просить там выше, ниже. У них здесь... Зато вон две бутылки воды нам какие большие. У них здесь все платно. Сейф платный. Wi-Fi в номерах платный. На лобби только бесплатный. И, ну, они, короче, хотят здесь вообще на всем деньги делать. А вот, собственно, вид на бассейн. Ну, нормально. Это, по крайней мере, лучше, чем было в Алании. Ну, и здесь как бы все включено за 50 долларов на двоих. Вот даже какая-то сцена есть. По всей видимости, будут танцы. Ну, короче говоря, я не знаю, три звезды, наверное, отель максимум. Ну, пойдет. У нас, если на Копчаке поехать, сейчас только вы за номер за такой отель заплатите 20 тысяч 50 долларов. А здесь у вас и все напитки, и вся еда, и все включено. И еще каждый день убираются. Ну, и номер нормальный. Не могу сказать, что прям совсем все плохо. Нормально пойдет. Бывало и лучше, конечно, но за 20 в тенге еще и с питанием нормально пойдет. Сауна. Еще здесь есть массажер. Здесь вот ресторан. Кстати, часы работы ресторана. На обед мы уже опоздали. Ужин только в 7 будет. Ну, наверное, сейчас здесь есть снеки. Либо есть снеки, либо можно зайти, просто попросить, сказать, дайте покушать, хотим кушать. Они не откажут. А там, кстати, можно чай, кофе набирать в любое время. Ну, друзья, я вам должен сказать, что для этого сезона сейчас 50 долларов за ночь все включено. Это, в принципе, нормально. Еще чтобы вот так приехать, на одну ночь остановиться, они обычно ставят там 3 ночи минимум или еще что-то. Пойдет. Короче говоря, пойдет. Сейчас узнаем, какой у них здесь алкоголь есть. Короче, скромно, но со вкусом. А, еще чтобы на море попасть, нужно 500 метров пройти туда, на юг. Я noche интересные Я знаю. Что ты championship цй – это про Aw saying� Cocaine о чемпион Ангелио. Я тоже голову. Чтобы нужно сделатьковик тёплес. Ну, что молодую ш retail конкурс – это бумага. Я не много много людей, но несколько людей.